Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. Сделал новый тип формы, полностью разборная опалубка, а также деталь отдельно от формы. И печаталась так, как именно нужно. Половинка детали, как вы видите, печать 0.2, АБС, и съемная опалубка. Вот таким образом одевается. И, соответственно, гипсом мы заливаем это дело, и получается все разборное. Если вдруг вот эта часть не будет вытаскиваться, мы ее еще ацетоном пройдем, можно сделать на две половинки или даже на три. Вот эту деталь разделить. В общем, вот так это дело выглядит. Специальная штучка, чтобы можно было держать и вытаскивать. Так, положил детали, друзья, в ацетоновую баню. Немножко ацетона капнул. И вот так накрыл. Минут через... Ну, через некоторое количество времени придем, посмотрим, что получилось. Я вижу, что деталь уже у нас хорошо так изменилась. Прикроем, посмотрим, что получится. Ну что, народ, вот такой результат у нас получился. Ацетоновая баня. Деталь получилась, ну, просто реально гладкая. То есть, то, что я и хотел добиться. Вы видите, что слоев теперь не видно. Вот эту часть я практически не трогал. Но даже она сплавилась очень-очень хорошо. Вот тут наверху немножко остались видные слои, но... Вот здесь сбоку совершенно гладкая стала. То есть, вот оно так работает. Здесь вот снизу она практически прилипла к столу, но тоже стала монолитной. Так что вот так можно тоже работать. Вот такой ацетон. Вот такой ацетон технический. Такие маркировки. В общем, пользуйтесь. Пробовал намазать кисточкой, вообще бесполезно. То есть, проще в посуду налить, окунуть деталь, например, и в баночки оставить. Вот. Ну, смотрите, главное, чтобы она не расплавилась. Потому что если долго или будет лежать она в этом рассоле ацетономом, то она может расплавиться просто. Все, теперь сушится. Это дело все с вентиляцией. И будет готова к работе в виде формы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...